До выборы на 87 округе, голосование признали недействительным на еще одном участке. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Окружная избирательная комиссия номер 87 признала недействительным голосование на довыборах в Верховную Раду на еще одном избирательном участке. На участке номер 26028 в селе Монастырчины обнаружили расхождение в голосах. Об этом сообщает гражданская сеть опора. Как рассказали наблюдатели, после открытия пакета с бюллетенями с участка номер 26028, который находился с 31 марта ВАИК, глава участковой избирательной комиссии заявил, что часть бюллетеней упакована по-другому. Во время пересчета голосов за кандидата Александра Шевченко, члены комиссии насчитали 79 бюллетеней вместо 172, как было указано в протоколе. После того, как члены комиссии обнаружили расхождение в голосах, они вызвали полицию. Кроме того, член АИК от «Слуги народа» предложил признать голосование на участке номер 26028 недействительным, мотивируя это якобы отсутствием контрольных талонов, которые члены УИК не приобщили к документации, а привезли с собой. Это уже пятый участок, где обнаружено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование, заявили в опора. Отметим, по состоянию на 17 часов ровно на округе номер 87 в Ивано-Франковской области посчитано 94% голосов. По предварительным результатам лидирую кандидат от «Слуги народа» Василий Веростюк с 31,32% поддержки. За ним идут Александр Шевченко из партии «За майбутне» 29,73% и Руслан Кашулинский из «Свободы» 28,86%. Напомним, с утра субботы на 11 участках 87 округа продолжался пересчет голосов на довыборах в Раду. На трех участках голосования было признано недействительным. Как сообщали наблюдатели, во время пересчета голосов на 87 округе пропали почти 150 бюллетеней. Кроме того, опора после событий на 87 округе призвала Верховную Раду усовершенствовать избирательное законодательство.